Ну вот смотрите, когда мы смотрим на позвоночник сзади, да, то он, по идее, прямой. Нижние позвонки образуют крестец. Вот здесь вот, раз один, там пять, три, четыре. У них вот тут есть дырочки такие. Выходы нервов наружу они выходят отсюда, да. К вот этому угорку у крестца крепится уже воздушная кость таза. Понимаете, да, ниже пошел копчик. Вот. По замку сломать нарисую. Череп. Соответственно, еще раз повторяю, что поскольку мы прямоходящие, вертикально стоящие, да, у нас постоянно действует эта сила, гравитация, пусть она неладная, я их придумал, непонятно. Но у нас постоянно, вот у животных такого нету, а у нас у человека постоянно идет компрессия этих межпогланковых дисков, да. А компрессия их сжимает, происходит всевозможное протрузии, потом появляются грыжи, потом появляются такие грыжи, что от них отпадает даже кусочек, секвенция, кусочек вот этого диска межпозвоночного, да. Секвестра называется. И, соответственно, вот самая болезненная часть, это у нас вот тут, где стыкуются поясничные позвонки, да, L4, L5. И L5, поясничный позвонок, с S1, с крестцовым, да, это вот самые опасные зоны. Ну, чуть реже бывают вот здесь вот. Все, по-моему, как раз вот эти места, да? Да, да. Ты на рентгене проверяла? Да, МРТ я просто, ну, как раз это не последний, там, предпоследний, вот эти вот два. Да? Ну вот. Поэтому все наши движения, почему массаж называется мануальный? Потому что мы производим обратно процесс компрессии, декомпрессии, да. То есть мы их все время стараемся разжать снизу вверх. Поэтому, когда мы вот вырезаем вот этот прием, нож в масло входит, да, мы входим вот здесь вот в тело человека, да. У него же идут вот тут вот ребра, вот так вот, да. То есть вот между ребрами и между вот этими тазовыми костями, да, как бы рукой своей плоскости сначала узенькая, потом шире, 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 да. Мы как бы стараемся это все раздвинуть вот так, раздвигаем, да. Далее мы захватываем, ну, чтобы движение не прекращать, зачем нам их наращивать, мы просто переходим в другое движение циклическое. Докручиваемся по одной, один круг делаем, да, большой, захватывая всю ягодичную мышцу. Второй круг захватывая всю ягодичную мышцу. Третий круг захватывая всю ягодичную мышцу. И четвертый круг вот тут, да. То есть у них центр, эпицентр этого круга получается где? Вот на вот этом месте. Там такая ямочка есть, да, ну, мы все вот друг друга видели на щекуле, да, вот эти ямочки полесничные. И вот там как раз находится вот этот бугорок крестцового отдела, да, я вам показываю на схеме. Значит, завершили вот эти кольца, да, здесь, уперлись сюда локтем, вот этим, да, и опять ставим вот в ту сторону, вот туда, да, вниз. Почему? Еще раз декомпрессируем. То есть, во-первых, вибрация, да, вот так вот это не проходил, помните, да, вот тут. Потом шлипки, вот такие. То есть вот в эту опорную руку, да, я как бы у нее бью. Есть такие мануальные специалисты, которые выезжают на лечение пациентам с долотом и с набором киянок. Видела, да? Пузвонки стоят на месте. Да, резиновые киянки, францманика, такой большой киянки. Они прям берут, вставляют, второе забивают. Вот мы, да, это кошмар, я, честно, не приветствую такие методы, но вот здесь у нас немножко похоже, он просто гораздо мягче это делается, то есть у нас превращается в долотого вот этот инструмент, да, наша запястная косточка, а в океанку у нас рука, да. Чтобы было мягче, мы можем вот так, чуть-чуть шлипки такие, вот за счет вот этого воздуха, да, за счет того, чтобы воздух поджимается, да, вот это. Происходит мягкий удар, более мягче, да. Далее, мы не останавливаемся. Это движение мы делали в эту сторону, да, вот так вот, да, с этой стороны, с правого позвоночника. Дальше проходим опять вот в эту сторону действия. Мы будем контрактным каким-нибудь скломастером рисовать. То есть наши движения идут вот в эту сторону, да. А когда с этой стороны мы будем делать, да, то будем вести вот так вот, в этой точке, да, и опять вот в эту сторону наши движения. Движения локтевым участком, да, вверх. Это я движение локцом показываю, да. Почему? Потому что когда мы соприкасываемся с позвоночником, мы как бы его протягиваем вверх, прокатываем его вот так вот вверх. Понимаете? Многие есть, я вот еще раз повторюсь, кресла такие массажные продаются, мне бы дошли как специалисты проверить, а у них, оказывается, вот эти все ролики, они крутятся вот так вот они крутятся. У них так же идет. Чтобы завернуть позвоночник. То есть у них получается, да, наоборот, все эти движения, на вот этих, для вот этих микромышц, которые между позвонками находятся, они, наоборот, еще раз, еще раз компрессируют. Мы делаем декомпрессию. То же самое, когда мы делали вот так вот, рукой, да, мы тоже делали в эту сторону, вспоминаете, вверх, да. То же самое, когда мы делали, вот сейчас будешь делать, вот это вот, внедрение, да, водочка ее, так называем, да, водочка вошла и раздвинула, вошла и раздвинула, вошла и раздвинула. То есть мы входим, раздвигаем, входим, раздвигаем, потом добавляем более широкие участки, локоть целиком вошел, ну так, все прям раздвинули, вошел и раздвинули. Разднули вот этот участок, потом этот, потом этот. Потом на две части делим, потом на одну целиком, раз, все раздвинули. Ну просто думаешь, да? Большой декор. А сейчас будешь делать, да. Далее, вот эти вот все потряхивания, да, которые мы делали, и вибрация. То есть вот эти вот ассистые отростки от позвоночника, да, они могут вот смещаться. Этот сюда, этот сюда, этот под углом даже вот, чуть-чуть там, как бы, позвоночник, да, ну и так далее. В общем, когда мы их вот так вот раскачивали, да, мы их немножко как бы вот настраивали, да, чтобы они вот так вот выравнивались. Тихонечку они выравниваются. Этого, конечно, недостаточно, но потом еще дополнительство добавим в другие упражнения. Но потихонечку мы на них уже воздействовали. И так все методы вот этого мануального массажа, они все приводят к восстановлению, к корректировке всего нашего позвоночного столба. Согласны, да? Сейчас начнем локсевую технику вот эту вот, ты запомнил, да? Давай продолжим. Спасибо.